всем привет собрался на рыбалку в пущу водицу недалеко возле киева погода сегодня в принципе неплохая пасмурно есть ветер метров 20-25 в секунду сейчас идем через лес лес то что возле пущи подъехал маршруткой дальше пешком к озеру и и и и и и и Продолжение следует... 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 Поскольку озеро лесное, то на воде много опалого листья, которое при забросе цепляется за приманку и мешает нам рыбачить. При ловле на вертушку все чаще и чаще попадалось листья, потому мне пришлось поменять насадку и подцепить силиконовую рыбку. Поскольку рыбка намного тяжелее, чем вертушка, дальность заброса увеличилась. Для сегодняшней рыбалки я взял с собой контейнер, в котором в основном находились только силиконовые приманки. Это виброхвосты, твистеры, силиконовые черви и даже несколько видов силиконовых лягушек и рачков. Тема подбора цветов силиконовых приманок всегда спорная. Одни рыбаки считают, что цвет приманки не имеет никакого значения, другие же, напротив, считают, что ловистость приманок очень сильно зависит от ее раскраски. Но на самом деле цвет приманки играет роль. К примеру, цвета, хорошо работающие по судаку, могут плохо работать по щуке. Но в любом случае все цвета нужно пробовать самостоятельно. Чем ниже прозрачность воды и чем пасмурнее погода, тем хуже приманка видна в воде. И в таких случаях нужно применять силикон яркого цвета. Стоит пробовать желтые и оранжевые цвета силиконовых приманок. Естественно цвета приманок нужно варьировать и порой лучше ловить желто-салатовый цвет, однородный или со сбинкой другого цвета. Также для щук стоит пробовать силикон белого цвета. Но не стоит забывать и о форме приманки, которая играет далеко не последнюю роль. Даже самый опытный спиннингист пошел и через суть поиска. Ведь ассортимент представленных в рыболовных магазинах просто впечатляет. У большинства рыболов среди многообразия используемых ими приманок наверняка найдется именно эта близна – космастер. Космастер пользуется заслуженной популярностью благодаря хорошей игре практически при любом темпе проводки и своей уловистостью. Эта приманка применяется преимущественно при ловле жериха на спиннинг, однако подойдет и для прочей хищной рыбы. Так в лове нередко могут быть охонь, щука и судак. В осенний сезон этой приманкой ловят ступенчастой или равномерной проводкой в придонном или среднем слое. рыба много охотится в это время, поэтому активно двигается и перемещается в толще воды. Ну вот и все, закончилась сегодняшняя рыбалка. Улова сегодня никакого нет, не знаю какая причина, возможно погода была не та, возможно приманки подбирались не те, но встречалось сегодня много рыбаков, у них тоже никакого улова. Несмотря на это, мне понравилось время, проведенное здесь. Напоминаю, мы были сегодня в районе городка Пущеводица. Очень рад, что мне удалось выбраться сегодня. Погода сегодня радовала, дождя никакого не было, иногда проглядывалось солнце, вот как сейчас, а так большую часть дня была пасмурная погода. Наснимал много красивых кадров, сейчас поеду монтировать, протестировал свою походную печку, видео про нее тоже вскоре появится на канале. Так у меня все. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, буду рад ответить. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok